Книга «Открытым оком». Том 5. Тема «Промсел Божий». Вопрос 1404. Говорят, что великие безбожники в детстве верили в Бога. Что же произошло с ними? Значит, с каждым из нас может случиться такая трагедия. «Никакой, выходит, гарантии нет, что мы устаем в вере и не свихнемся на сторону», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Именно так Священное Писание предупреждает об этой метаморфозе так. 1 Тимофея 1.19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели корыблекрушение в вере». Филиппийцам 3.18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова». Римлянам 11.20. «Они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся». Мало кто знает, что Дарвин до конца своей жизни был старостой церковным, и что Карл Маркс был совсем иначе мыслящим в юношеские годы, что видно из его сочинений школьных лет. Прочтите его здесь. Сочинение по религии. Единение верующих с Христом по Евангелию от Иоанна, глава 15, стих с 1 по 14, его сущность, безусловная необходимость и оказанное им влияние. Прежде чем рассматривать основание и сущность единения Христа с верующими, мы должны установить, необходимо ли это единение, обусловлено ли оно природой человека, не в состоянии ли он самостоятельно достигнуть той цели, для которой Бог создал его из ничего. Если мы бросим взгляд на историю, эту великую учительницу человечества, то увидим, что в ней глубоко запечатлено, что всякий народ, даже если он достиг высочайшей степени культуры, если из его среды вышли величайшие люди, если у него искусство достигли полного расцвета, если науки разрешили самые трудные вопросы, несмотря на все это, не в состоянии был сбросить с себя оковы суеверий, что он не составил в себе истинного и достойного понятия ни о себе, ни о божестве, что в нем никогда ни добродетель, ни мораль не являются свободными от чуждых добавлений, от неблагородных ограничений, что даже его добродетели скорее созданы грубой силой, необузданным эгоизмом, жаждой славы и смелыми действиями, чем стремление к истинному совершенству. И старые народы, дикари, которые не познали еще учений Христа, обнаруживают внутреннее беспокойство, боязнь гнева своих богов, внутреннее убеждение в своей отверженности и приносят жертвы своим богам, надеясь этим искупить свои вины. Даже в величайшем мудреце древности божественный Платон во многих местах выражает глубокую тоску по высшему существу, появление которого удовлетворило бы неудовлетворенное стремление к свету и истине. Так история народов показывает нам необходимость единения со Христом. Но и тогда, когда мы рассматриваем историю отдельного человека, природу человека, мы хотя и видим в груди его искру божества, влечение к добру, стремление к познанию, искание истины, но огонь и желание пожирает даже искра вечного. Искушающий голос греха заглушает стремление к добродетели. Когда жизнь дает нам почувствовать всю свою власть, то он не принимается в расчет. Низменное стремление к земным благам вытесняет стремление к познанию. Тоска поистине заглушается ласкающим голосом лжи. И таким образом здесь стоит человек. Единственное существо в природе, которое не выполнило свои цели. Единственный член в целом мироздании, который не достоин Бога, создавшего его. Но добрый Творец не мог ненавидеть свое творение. Он хотел возвысить его до себя и послал своего Сына и возвестил нам через Него. Цитата. После того, как мы видели, как истории народов и размышлений отдельных личностей доказывают необходимость единения с Христом, мы рассмотрим теперь самое трудное доказательство – самое Слово Христа. А где же яснее выражает он необходимость единения с Ним, как не в прекрасном сравнении с виноградной лозой и ветвью, где он называет себя виноградной лозой, а людей ветвями? Ветвя сама по себе не может приносить плодов. И так же, говорит Христос, вы не можете ничего сделать без меня. Еще сильнее высказывается он, об этом говоря. Цитата. «Кто не пребудет во мне…» и так далее. Иоанна 15, с 4 по 6 стихи. Между тем, это надо понимать лишь в отношении тех, которые могли узнать Слово Христа, ибо мы не можем судить о решениях Господних о других народах, так как мы даже не в состоянии понять их. Наше сердце, разум, история, Слово Христово громко и убедительно говорят нам, что единение с Ним, безусловно, необходимо, что мы без Него не можем достигнуть своей цели, что без Него мы были бы отвержены Богом, что только Он в состоянии был спасти нас. Проникнутые убеждением, что это единение, безусловно, необходимо, мы хотим узнать, в чем же состоит сей высокий дар, этот луч света, который из высших миров проникает в наше сердце, одушевляя его, и просветленными возносит нас на небо. Какова внутренняя сущность и причина его? Раз мы поняли необходимость единения, причина его – наша потребность в освобождении, наша расположенная к греху природа, наш колеблющийся разум, наше испорченное сердце, наша отверженность от Бога для нас ясны, и нам незачем больше искать причину его, какова бы она ни была. Но кто может красивее выразить сущность единения, чем сделал это Христос, в сравнении виноградной лозы с виноградной ветвью? Кто может в больших трактатах изобразить, так всесторонне, все части, самую сокровенную часть этого единения, как не сам Христос словами, «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь», Иоанна, 15 глава, 1 стих, «Я есмь истинная виноградная лоза, а вы ветви», Иоанна, 15 глава, 5 стих, «Если бы ветвь могла чувствовать, с какой радостью смотрела бы она на садовника, который ухаживает за ней, который осторожно очищает ее от сорных трав и крепко привязывает ее к лозе, из которой она извлекает пищу и соки, и прекрасные цветы. В единение с Христом мы прежде всего обращаем любящие взоры к Богу, чувствуем к Нему самую горячую благодарность, с радостью падаем пред Ним на колени. А затем, когда благодаря нашему единению с Христом для нас взойдет более яркое солнце, когда мы почувствуем всю нашу отверженность и в то же время будем ликовать по поводу нашего спасения, только тогда можем мы полюбить того Бога, который прежде казался нам оскорбленным властителем, теперь же является всепрощающим отцом, добрым наставником. Но не только на виноградаря поднимала бы глаза виноградная ветвь, если бы она могла чувствовать, она тесно прижалась бы к глазе, она почувствовала бы себя самым тесным образом, связанной с ней и с выросшими на ней ветвями, она уже потому полюбила бы другие ветви, что один и тот же виноградарь заботится о них, а один ствол дает им силу. Таким образом, единение со Христом состоит в самом тесном, к живом обращении с Ним, в том, что мы всегда имеем Его пред глазами и в сердце своем, и проникнутой величайшей любовью к Нему, обращаем в то же самое время сердце наше к нашим братьям, которых Он теснее связал с нами, за которых Он также принес себя в жертву. Но эта любовь ко Христу не бесплодна, она не только преисполняет нас чистейшего почитания и уважения к Нему, а действует таким образом, что мы соблюдаем Его заветы, жертвуя собой для друзей своих, будучи добродетельными, но добродетельными только из любви к Нему. Это та огромная пропасть, которая отделяет христианскую добродетель от всякой другой и возвышает ее над всякой другой. Это одно из величайших действий, которые производит в человеке единение со Христом. Добродетель здесь уже не мрачное чудовище, каким изображает ее стоическая философия. Она не детище сурового учения о долге, какое мы встречаем у всех языческих народов, но то, что она делает, она делает из любви ко Христу, из любви к божественному существу. И выходя из этого чистого источника, она является освобожденной от всего земного и поистине божественной. Всякая отталкивающая сторона отпадает, все земное падает, все грубое исчезает, и добродетель вся преображается, становясь в то же самое время мягче и человечнее. Никогда человеческий разум не в состоянии было сообразить ее таким образом. Его добродетель всегда оставалась ограниченной земной добродетелью. Достигшая этой добродетели, этого единения с Христом, человек тихо и спокойно будет ожидать ударов судьбы, мужественно устоит против бурь и страстей, неустрашимо перенесет ярость злого, ибо кто в состоянии его угнетать, кто в состоянии отнять у него его спасителя. Он знает, что все то, о чем он просит, будет исполнено, ибо он просит только о единении с Христом, следовательно, только о божественном, и кого не возвысит и не утешит это слово, которое Спаситель сам возвещает. Иоанна 15, 4 стих. И кто не будет охотно переносить страдания, зная, что своим пребыванием во Христе его делами выражается уважение к Богу, что его совершенство возвышает владыку мира. Иоанна 15, 8. Таким образом, единение с Христом внутренне возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и дает сердце открытое человеческой любви всему великому, благородному, не из-за честолюбия, не из-за стремления к славе, а только ради Христа. Таким образом, единение с Христом дает радость, которую эпикуриец напрасно стал бы искать в своей поверхностной философии более глубокий мыслитель, в скрытых глубинах знания, который знает только простотушное детское сердце, соединенное с Христом и через него с Богом, и который делает жизнь прекраснее, возвышает ее. Иоанна 15, 14. Карло Маркс. Богатые мыслями, блестящее и сильное изложение, заслуживающее похвалы, хотя сущность единения, о котором идет речь, не указана, причина его затронта только с одной стороны, а необходимость его недостаточно полна. Кавычки закрыты. Кюпер Трир, 17 августа, 1835 год. Падение может случиться с каждым, кто не бодрствует, кто судит другого, рискуя впасть в то же. Не оглушайте вы меня ни вашим карканем, ни свистом против начала бытия, смотря внимательно на вас, и не могу быть атеистом. Вы без души, ума и глаз. Александр Иванович Полежаев Продолжение следует... Продолжение следует...